Ну что ж, бумагу сейчас экономят не только в офисах и вслед за бумажными чеками в магазинах в России планируют отказаться и от бумажных квитанций за услуги ЖКХ. Авторы инициативы отмечают, что рассылка уведомлений о штрафах и платежах через портал госуслуг помогла увеличить их собираемость. А управляющим компаниям ТСЖ отказ от бумаги поможет сэкономить до 5 миллиардов рублей в год. А реально ли отказаться от привычных квитанций уже сейчас? Антон Лебедев, адвокат, сейчас нам все расскажет. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Итак, инициатива хорошая, по вашему мнению? Ну, инициатива, что называется, идет в ногу со временем. По идее, хорошая, но, боюсь, что не все слои населения ее примут безболезненно. Потому что представить, как бабушки через лаптоп оплачивать электронные квитанции на скамейке, мне сложновато. У нас не очень большой процент населения компьютер на грамоте. Получается, в любом случае реформа будет, и в любом случае квитанции все начнут получать в электронной форме. Ну, получается, что мы к этому идем. Но рано или поздно. У нас в связи с последними событиями явно выявилась проблема с бумагой, особенно белой бумагой. Вот у нас МФЦ уже начали выдавать документы на серой или желтой бумаге, которая не такая мелованная, как мы привыкли. Сейчас, наверное, замена этих сообщений о платежах в электронную форму, наверное, действительно актуальна. Антон, а насколько сейчас реально вообще отказаться от бумажных квитанций? Насколько это реально сделать здесь и сейчас, действительно? Ну, технически это реально сделать. Просто надо не забывать, что экономия на бумажных квитанциях приводит автоматически к тому, что необходимо создавать инфраструктуру, которая будет это обслуживать. Ведь эти квитанции, они не сами электронные появляются, их формируют программное обеспечение. Программное обеспечение работает на аппаратном обеспечении, да, то есть сервер, который должен обслуживать. И, допустим, в масштабах нашего города это уже достаточно серьезное оборудование, которое должно обеспечивать возможность обращения, скажем так, в сутки всего города, чтобы это все работало. Поэтому аппаратное обеспечение и программное обеспечение должно, конечно, соответствовать объемам вращений и тем запросам, которые могут сформировать пользователи. Если мы говорим об экономии, мы вот сейчас озвучили цифры до 5 миллиардов рублей в год от кассы от бумаги. Это реально вообще? Возможно сократить расходы таким образом? Ну, на мой взгляд, конечно, реально сократить, потому что на 5 миллиардов можно реализовать достаточно серьезный программный аппаратный комплекс, который позволит это делать. Другое дело, что, опять же таки, не все слои населения смогут безболезненно это пережить. А как вообще будут уведомлять, если откажутся от бумажных все-таки этих квитанций, каким образом будут уведомлять жителей? Ну, если судить, допустим, как это делают сейчас суды, в электронную почту приходят уведомления, предполагая, что будет какое-то приложение, которое, опять же таки, на разные смартфоны должно по-разному выглядеть, потому что код под разные операционные системы будет разным. Соответственно, эти приложения будут, точно так же, как банковские приложения, давать сообщения пользователю и представлять возможность платежей. Возможно, будет некая интеграция с банковскими приложениями, которые в себя примут уведомительную вот эту функцию, и это будет менее болезненно, то есть не надо будет скачивать какое-то дополнительное приложение, которое уже будет создано для этих целей. Возможно, будет интеграция в госуслуги. У нас сейчас госуслуги являются обязательным приложением, которое входит в перечень предустанавливаемых на новое оборудование, на компьютеры и на смартфоны. Ну и, мне кажется, тут, конечно, придется и обучаться компьютерной грамоте тем, кто еще их не освоил. Спасибо большое, Антон Лебедев, адвокат, был с нами на прямой связи, говорили об отказе от бумажных квитанций по ЖКХ.